МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Изобретения ямальцев достойны высокого внимания, детального изучения и поддержки окружных властей. В Муравленко обсудили перспективы инновационного развития города. У активных молодых людей еще есть шанс заявить о себе. Документы от кандидатов для участия в выборах молодежного совета принимают до 15 марта включительно. Угроза над головой. Коммунальные службы города приступили к очистке кровель от снега и наледи. Но пока с объемами работ не справляются. На Ямале в 2014 году будет расширен список научных исследований в планах обобщения и поддержка трудового потенциала жителей округа. Об этом накануне говорили участники делегации регионального департамента по науке и инновации. В Муравленко они посетили несколько объектов, впечатлениями после которых поделились за круглым столом. Все подробности у Юлии Лучниковой. Визит делегации начался с посещения центральной котельной города. Руководители инновационно-технических парков из Салихарга-Губкинского и Нового Оренгоя в первую очередь интересовали принципы выработки тепловой и электрической энергии и программы снижения затрат и издержек. Александр Шаповалов рассказал о новейших разработках, которые применяются в Муравленко для решения проблем тепловодоснабжающего комплекса. А скажите, 30 миллионов за какую требовательскую комплекцию? С 2011 года же за 20 тысяч часов на работе. Главную роль в такой экономии и стабилизации работы энергосистемы котельной играет уникальная установка. Паровинтовая машина – единственная в России. Она отличается высоким ресурсом работы. Используя давление пара, вырабатывает до 70% собственной дешевой электроэнергии для нужд предприятия. Такого объема может хватить на небольшой поселок. Следующим объектом стала пекарня одного из частных предпринимателей – Владимира Трофимова. Все хлебопекарное предприятие – сплошные инновации, результаты собственной научной и изобретательской деятельности. Энергосберегающие технологии позволяют прилично экономить на щитах за горячую воду и свет. Успешно внедренные новые технологии на четверть заменяют ручной труд. Автоматизация многих процессов позволяет выпекать более трех тонн хлебоволочных изделий в сутки. Для нас открытие, что здесь на самом деле существует настоящая инновационная технология, в частности, по производству хлеба. И мы договорились, что нужно нам совместно активнее сотрудничать, для того, чтобы мы со своей стороны могли оказывать меры государственной поддержки, а субъект, конкретно производитель хлеба, мог расширяться в своей деятельности. Как отмечает Андрей Денисюк, еще несколько лет назад Ямал характеризовался слабым научным потенциалом. Но сегодня в округе формируется реестр инновационных проектов и научных исследований. Изобретение ямальцев достойно высокого внимания, детального изучения и, безусловно, поддержки окружных властей. Будь то льготная аренда производственных площадей, которые сегодня, к слову, пустуют, или частичное возмещение затрат на коммуналку. Самое главное, у нас есть потенциальные якорные так называемые проекты, которые уже изъявили желание размещаться на подобного рода базах и территориях. Им нужно дать небольшую поддержку со стороны государства, со стороны округа, окружных властей. Тогда, в принципе, возможно появление новых производств. То есть, в частности, это производство труб из полипропилена и изоляции. Стоит отметить, что в работе делегации в этот день участвовали и школьники, гордо занимающиеся научной деятельностью. Более десяти ребят – учащиеся лицея, школ и центра технического творчества. Для десятиклассника Артема Крючева наука и жизнь неразрывны. Свою изобретательскую энергию он тратит на изучение энергии электрической. Уже сегодня готов представить на оформление патента два своих изобретения. С помощью первого и второго можно изучать правила электробезопасности в школе. То есть, использовать их как для учебного пособия. Школьники также были приглашены на заседание круглого стола в городскую администрацию, на котором подвели итоги увиденного, говорили о перспективах инновационного развития и проблемах, с которыми приходится сталкиваться ямальским изобретателям. Конечно, ресурсов финансовых муниципалитетов, а в частности, ярким примером является Муравленко. Ресурсов для финансирования инновационного развития нет. Но муниципальные власти обладают всеми необходимыми ресурсами. Это такими, как человеческий капитал, трудовые ресурсы, имущественные ресурсы, организационные обязательные ресурсы, которые могут создать благоприятные условия для инновационной политики, которую проводит округ, в том числе и на территории города Муравленко. Как было отмечено сегодня, формирование инфраструктуры для генерации знаний, технологий и поддержки инновационного потенциала ямальцев осуществляется в рамках государственной программы, принятой на Ямале. В период с 2014 по 2020 годы в округе будет финансово подкреплено развитие научной, инновационной и научно-технической деятельности. При этом ключевая роль отводится открытию новых центров по поддержке инноваций. Один из них будет создан и в Муравленко. Реализацию проекта планируется начать уже в будущем году. Юлия Лучникова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания Муравленко ТВ. К другим темам с приходом теплой погоды и снег на крышах становятся серьезной угрозой для жизни. После обильных снегопадов на кровле жилых домов и козырьках подъездов скопились целые сугробы. К очистке крыш специалисты коммунальных служб приступили на этой неделе, но, к сожалению, справляться с этой задачей оперативно у них пока не получается. Почему узнавала Наталья Челария. Очистка кровель от снега и наледи для коммунальных служб Муравленко сейчас задача номер один. В соответствии с требованиями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, организации предприятия города составили специальные графики расчисток жилых домов и социальных объектов. Только работы пока отстают от плана. 7 марта спасателями был осуществлен объезд города именно по тому списку, который был составлен. На данный момент могу сказать, что работы проводятся отвратительно, то есть расчистка ведется не в том объеме и не в тех размерах, как она должна проводиться. Из 75 объектов в полном объеме проведена работа по очистке только 6 объектов. Очисткой снега с крыс жилых домов и козырьков подъездов занимаются городское хозяйство и жилищно-энергетическая компания. В первую очередь работы производят там, где протекает кровля и огромное количество больших сосулек. Понятно, что чуть-чуть нехватка народа, но стремимся, то есть понятно, график графиком, но основной упор, конечно, это на деревянный фонд и плюс на аварийные заявки, которые подойдут жители в диспетчерскую. Проблема с нехваткой рабочих уже решается, говорят специалисты. Привлекать новые кадры планируют при помощи центра занятости населения. Но есть и еще одна проблема, которая мешает своевременной очистке крыш от снега. И с ней управляющие компании сталкиваются каждый год. Припаркованный вблизи домов транспорт создает серьезные препятствия для бригад рабочих. Когда задают вопрос, почему у нас во дворе не чистят снег, да потому что у нас весь двор заставлен машинами. И объявления, которые развешиваются, на них никто не реагирует. По всей видимости, паркующие свои машины вблизи жилых домов автолюбители не задумываются о том, что снежная лавина может серьезно повредить транспорт. Чего не скажешь о пешеходах. Они опасаются за свою жизнь и здоровье. Я вчера шла, где садик Буратино, и там прямо ужас, как снег валился с крыши. У-у-у-у, так это, сильно все, они не успевают очищать. Нет, они не успевают. Если бы человек шел вот так, это хорошо, что эта дорога далеко от забора, оттуда, от крыши. А то прям я так думаю, что такое так гурчит, прям сильно глядываю, а то снег с крыши так жук все раз. Целый день уже хожу, вроде как чистят, все нормально. Ну не опасаетесь под крышами ходить? Да нет, ну на таких-то главных улицах почистили уже. Ну они когда как убирают, в основном все тает и протекает. Зима в этом году выдалась по-настоящему снежная. Понятно, что очистить сразу и все просто невозможно. Поэтому выходя из подъезда или прогуливаясь во дворах жилых домов, будьте внимательней. Возможно, над вашей головой нависла снежная угроза. Наталья Челаря, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Больше двух человек на одно место. На сегодняшний день желание войти в состав создаваемого впервые в Муравленко Молодежного Совета изъявили 36 кандидатов. Это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Школьники, студенты, специалисты предприятий практически всех сфер жизнедеятельности города. Кто именно из них войдет в состав совета и будет представлять интересы молодежи, решат сами горожане. Выборы в Молодежный Совет пройдут в Муравленко 22 марта. У нас сейчас началась плодотворная подготовка уже к выборам. Мы сформировали участковые избирательные комиссии. Три назначили в них председателей. Там выбрали секретарей и заместители председателей. Сейчас мы полным объемом идет работа по принятию документов от кандидатов. У тех, кто еще не успел заявить о себе, есть шанс. Документы от кандидатов для участия в выборах Молодежного Совета будут принимать до 15 марта включительно. Напомню, что участвовать в голосовании смогут люди в возрасте от 14 до 30 лет. Участковые комиссии расположатся в здании первой школы, многопрофильного колледжа и лицея. В состав Молодежного Совета войдут лишь 15 самых активных и креативных жителей нашего города. Они создают комфорт и удобство нашей жизни. В начале 16 марта свой профессиональный праздник отметят работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственность тех, кто трудится в сфере ЖКХ. Они работают, чтобы в наших домах всегда были вода, тепло и свет, а улицы, дороги, дворы и подъезды оставались чистыми. Наш следующий сюжет о работнике коммунальной сферы города рассказывает Анастасия Попова. Поработала я в портной, в верхнем мужской детской одежде, в мастерской. А потом у меня свекровь пригласила на свою работу. Я там немножко в котлопункте поработала. И в котельной место освобождалось. И меня отправили учиться на оператора. Крутить задвижки и разжигать котлы она научилась на Кубани. В 85-м за мужем приехала на север в Муравленко. Мороз за 40 не испугал Татьяну Малышеву. Удивляли люди их отношения к жизни, друг другу и работе. На Кубани называются промысла нефтяные, а здесь называются кусты. И когда я поехала с вахтой в Муравленко, вахтовики говорят, сейчас мы поедем по кустам. Для меня это было дико. Думаю, по каким кустам мы поедем. В 80-х ее должность называлась машинист насосных установок. Сегодня Татьяна Малышева – оператор котельной установки уже с 20-летним стажем. Каждую смену она запускает котлы в работу, регулирует и наблюдает за температурой теплосети. Ну, для меня, например, было сложно все-таки все это техническое оборудование, технологическое. Но некоторым девочкам, которые, например, поварам, для них очень трудно все это понять. Я-то как швея, я еще более-менее техническое что-то понимаю, но очень трудно было. Говорит, сегодня работать намного проще. Практически все оборудование работает в автоматизированном режиме. И, несмотря на это, обучиться профессии оператора достаточно сложно, но можно. Она сама – яркий пример того, как портная может переквалифицироваться в оператора котельной установки. Минимум 5 лет человек должен понять все, что происходит. То, что теория теории, там обучились, дали экзамены – это еще, в принципе, сырой оператор. Про этого человека можно говорить долго, и все хорошее. Потому что свои должностные обязанности выполняют очень хорошо. Претензий никаких у нас нет к ней. Неоднократно была поощрена почетными грамотами, письмами. В 2002 году Татьяне присвоили звание ветеран труда. Всего несколько месяцев назад наградили грамотой Министерства регионального развития. Своим трудом Татьяна вносит большой вклад в развитие предприятия. Анастасия Попова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В «Муравленко» стартовала серия городских игр клуба «Веселых и находчивых». Открыли программу представители школьной лиги. На сцену Дома культуры Украины вышли три команды КВН из городов «Муравленко» и «Губкинский». Каждой сборной молодых юмористов предстояло пройти испытания, приветствия и разминку. В этом году организаторы внесли изменения в программу выступлений. Теперь участники вместо третьего конкурса «Домашнее задание» готовили музыкальный номер. За игрой клуба «Веселых и находчивых» наблюдала компетентная жюри – представители управления культурой, молодежной политики, образования и средств массовой информации. Зрелищность номеров, оригинальность сюжетов, актуальность идей и уровень исполнительского мастерства команд был оценен по достоинству. Первое место в школьной лиге поделили команду из города Губкинский «Нарошим тишину» и «Филичита» из «Муравленко». Второе – у сборной юмористов из первой школы «А нам все равно». За звание самых веселых и находчивых поборются также студенты «Муравленко» и «Губкинского». А 5 апреля «Игры КВН» пройдут среди команд работающей молодежи. С наступлением весны цены тают на глазах. Доступность и качество меховых изделий от кировских производителей вновь радуют жителей нашего города. Ярмарка меха в «Муравленко» в самом разгаре. Подробности в сюжете на правах рекламы. Во все времена меха по праву называли мягким золотом. Этот уникальный дар природы ценится невероятно высоко и за свою красоту, и за шелковистость, и за удивительную способность согревать. Он всегда остается на пике моды, поскольку добавляет роскоши в любой, даже самый скромный наряд. У нас здесь представлен огромный ассортимент шуб из норочки, мутона, бобрика. От классики до новинок меховой моды. Легкие, теплые и красивые. Кировские шубы славятся по всей России. Хорошо известны они и в странах ближнего зарубежья. На выбор взыскательных покупательниц представлены классические молодежные шубы. Полушубки – такие актуальные в это время года модели «Автоледи». Благодаря большому размерному ряду подобрать себе идеальную шубку сможет любая представительница прекрасного пола. Каждая модель – воплощение дизайнерской фантазии. Дополнить стильный образ помогут меховые головные уборы, которые также представлены в большом ассортименте. Это и береты, и классические модели, и модные шапки-ушанки из норки, мутона, чернобурки и песца. Качество пушнины безупречно. Это касается как самих материалов, так и технологий их выделки. Новейшие способы обработки позволят изделию сохранить форму и блеск в любую погоду. Многие покупательницы всерьез задумываются о том, как выбрать натуральную шубу. Форумы, журналы, советы подруг – не самые лучшие помощники в этом вопросе. Зачем рисковать? Доверьте выбор шубы своей мечты профессионалам, которые по-настоящему знают и любят свою работу. Подберем шубку для любого покупателя. Порадует и цена, и качество наших изделий. Заманчивые скидки спецпредложения действуют на всю коллекцию. Возможны покупка изделия в кредит на выгодных условиях или в рассрочку до года без предоплаты. Спешите в мир отличного качества и непревзойденного стиля в верхней одежде. Ярмарка «Меха» будет работать до 16 марта в здании финского рынка на цокольном этаже. Наталья Челария, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Это была последняя информация выпуска. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Удачи вам и приятных выходных дней. Постарайтесь провести их с пользой. Уважаемые муравленковцы! 15 марта в 17.00 завершается процесс приема документов для регистрации кандидатов в Молодежный совет. Справки по телефону 28249-28449. Субтитры предоставил DimaTorzok 15 марта в Муравленко по-прежнему пасмурно. Утром возможен снег. Температура воздуха минус 6 градусов по Цельсию. Ветер западный, скорость до 9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое. 736 миллиметров тут на столба. Керама открывает сезон ремонта. С 15 марта по 15 апреля скидки от 20% на лучшие предложения. Например, ламинат 33 класса всего 555 рублей. Подробности у продавцов-консультантов. Продолжение следует...